Реальная тенденция, за последние две недели три спортсмена у меня. У меня есть 4 миллиона, я готов провести. Там нет вот именно вот спорта, спорта там нет. Вся Россия выступила в гавнерной форме. И об этом мы там и говорили за сценой. И я начал медитировать. Так, смотрите, мы выяснили, что Рома у нас едет на турниры NPC уже. Получать квалификацию на Олимпию. Да, собирать баллы? Ну дай бог, дай бог. Постепенненько. Так, я так подозреваю, что у нас Леша и Виталий встретятся на Мире. Да? На второе место первое. Вот так вот. Живем и увидим. То есть все, в Мир 2020 у нас Леша с Виталией. По-дружески так сказал. Весь чемпионат мира я слышал от Леши эту фразу. Сейчас подружески, сейчас еще хуже. Сейчас все посмотрим. Теционально все расследим. Так, Леша второй. Просто. Ну... Честно скажу честно, я не находился там. Я не могу как бы судить. У меня было мое мнение. Я сейчас думаю почему-то лучше. Я был уверен, что он выглядит и категорией, и абсолютно. Но, опять-таки, я не могу как бы держать 100 процентов. Потому что я понимаю, что это камеры. Я соревнования написал. Во-первых, он был очень разложен. Но, к сожалению, он был уже доведен. И плохо прожимался. А, знаете, мне кажется, все-таки момент пропорций. Все-таки там не пропорции культуриста. Он потрясающий. И парень хороший. И мясо сделал. И качество. Все здорово. Но пропорции эти не культуриста. Ну, конечно, когда у Таталья два раза уже, чем у него, тут... Ну, тут как ни крути, как ни вставай, уже никуда от этого не делся. Вот именно на это, чемпионат мира, и сделали ставку на качество, и на пропорции, и на пропорции. Вот сказать, вот вживую просто видел категорию. Был Миша по массе. И были все остальные. Он фрик. Он просто огромный. Вот этот вау-эффект на сцене он создавал. А, возможно, ему в NPC будет гораздо больше. Вот. И об этом мы там и говорили за сценой. Что в NPC он бы занял свое место. Достойное свое место. Монструозность, да. Вот. Потому что там монструозность и так далее. Но выигрывали те, кто меньше, и кто на более вот сеченые там вот ягодицы. Потому что Леха был в качестве... Леха произволка. Он настолько это харизматичный. Мне хотелось самому на сцену. Там просто, блин, очень круто было. Там очень круто было. То есть прям, да. Вот у него такая энергетика. Он даже когда позировал. Видно, что ему тяжело было позировать. Но у него это все так легко. Мне кажется, они стараются обращать внимание, насколько спортсмен живой. Самый живой. И он, соответственно, ему в кайф. Это хорошая реклама для спорта. Если спортсмен выходит, ему тяжело, ему херово на сцене. Нашел второй. Да, да, да. И он устал. Уставший. Ну, для меня тоже, конечно, после Чемпионата Мира выводы, что я очередной раз убедился, это было на Европе, когда тоже, знаешь, там на взвешивании все ходили. Поляк приехал. Поляк приехал, там все вишнирские. Поляк там такой, все чемпион. Блин, ну как бы за кулисами, когда я начал раздеваться, глубина ноги, мы посмотрели, люди такие, блять, и подошли, в конце руку пожали, чемпион. Также здесь я понимаю, что, знаешь, есть поговорка, что если бы размер имел значение, тогда слон был королем джунглей. Ну, бодибилдинг – это все-таки мясо, да, но это все-таки пропорции, качество на первом месте. Даже возьми сейчас NPC, да, почему раме, блядь, не мистер Олимпия, хотя, я не пойду, там, кто это. Дены нету. Вообще. Вообще. Но мистер Олимпия только выбирает. Вообще. К слову, вообще. С весом 98 кг в 2008 году стал мистер Олимпия, там, Катер 125. Поэтому мы говорим, что самое главное – это пропорции, качество. Я понял, что бороться можно со всеми на равных и в целом вообще бояться. Поэтому говорится, что нужно больше на международных стартах наступать на подобных, чтобы опыт был соревнованиям вообще со всеми. Потому что, ну, вживую на всех смошках, особенно, он вообще даже в топ-10, Павел 12-й стал из Арабских Эмиратов, когда до этого даже нас сравнивали, там, на сезонах. А, да, да. Калаш выкладывали в фотографии. Чувак был, который первый стал. И вот он, канадец по национальности. Да, да. Вы тоже там, вот канадцы, посмотри, вот канадцы, посмотри. Ну, там такой, там тоже, да, вверх спина, класс, руки, да. Такой барабан для такого вверха, вот такие ноги. Калаш. Да. Ну, и Дельтона выигрывается. И тот такой. Потому что всем говорится, что не нужно бояться, выступайте. Главное, быть более совершенным, чем ты был на прошлых соревнованиях, прогрессировать, видеть свою динамику. То есть, по большому счету, ты, от тебя зависит только то, какой ты на сцене. А от того, какой ты место займешься, уже суть зависит. Поэтому не нужно вообще за результат переживать. Нужно делать за свою максимальную форму. И все. Абсолютно. Неконтактный вид спорта. Абсолютно переживать нет. Ты в свой же кайфу. По щам не получишь. Нет, дело в случае. Вот тогда вы все были очень богатые. Очень богатые. Если бы это был контактный. Но недолговечный. У меня так получается, что вообще у меня я пока не раскачиваюсь, пока я вообще теряюсь. За кулисами со всеми вообще теряюсь. Вот прям вот такое вот выхожу. И все вот на сцене, когда глубина вся видна, все. И тогда там все проглядится. Конечно, у меня очень много по форме дыр и так далее. Но этого хватает, чтобы быть чемпионом мира. Вот, по большому счету. И поэтому, блин, реально, просто пока вот на сцену не выйдешь, пока судьи на тебя не посмотрят. Вот все, что за кулисами и так далее. Все, что в интернете нас там с азаматом постоянно лбами вот так вот сталкивались, сталкивались. Ну, досталкивались, да, все. Теперь что, когда, что, куда. Блин, расскажи ты. По ребятам мы все поняли. Они у нас все выиграть все решили. Да, да, да. Ты у нас в межсезонье. У меня вот ряд проблем этих образовался, которые я не ожидал. Вот три месяца не могу собраться, начать нормально тренироваться. У всех вот дискомфорт в плане здоровья. Причем вот такие моменты, которые, ну скажем, такие, не то чтобы сложные, решаемые, они стандартные. Например, ты себя чувствуешь плохо. Вроде бы анализы все сдаешь, полную диагностику тела проводишь. Все хорошо, все врачи говорят тебе здорово, у тебя все. А чувствуешь себя плохо. И не можешь понять, чем делай. Вот только сейчас вот понял, что у меня позвонок сошел немножко. Плохо кровь уходит от головы. Из-за этого у меня часто болит голова. Я не могу заниматься, у меня постоянно болит затылок. Вот. То есть я не могу даже элементарно наклониться и там гантели по пять, по семь килограмм взять, у меня начинает просто гудеть затылок, начинает колоть сердце. Вот. Слава Богу, что вот нашел профессионала, специалиста, Дмитрия, Диме, привет, который по всем МРТ определил все мои вот эти вот, ну скажем, нюансы, да, в организме. Мне кажется, каждому спортсмену нужно хотя бы там раз в несколько месяцев сходить к такому профессионалу, чтобы понимать, что у него как бы происходит. Не терпеть. Да, не терпеть. Нас приучили терпеть. Вообще, честно, я очень рад, что у меня перерыв сейчас образовался вот в эти, скажем, два-три месяца. Я полностью сейчас отказался от тренировок, полностью отказался от нитаминизации. Вообще, даже немножко ментально отошел от этого спорта, начал заниматься какими-то другими делами, и у меня появился опять этот назад снова начать качаться. Потому что, честно, даже с ментальной стороны немножко угнетаешься, да, особенно, когда не все идет по плану, типа, не все у тебя получается. Стал больше времени уделять психосоматическим проблемам, в которые я раньше вообще не верил, кстати. Никогда я в них не верил, а теперь я понимаю, что какие-то проблемы со здоровьем, какие-то дискомфорты в плане ощущений, они вызваны просто при множестве. Вот у меня начал болеть грудной отдел из-за проблем со средним позвонком. У меня средний позвонок немножко ушел, и из-за этого тяжело стало дышать. Тяжело стало дышать и стало болеть в середине грудин. Я начал, заболело в груди сердцем. Блин, что с сердцем? Я же тренируюсь. Я же так тяжело приседаю. У меня что-то не так с сердцем. Блин, а вдруг сейчас импортится. Я же молодой. Ты себя начал разгонять, у тебя поднимается адреналин, сердце еще сильнее колодится. Блин, мне плохо. Я прямо сейчас походу упаду. Столько спортсменов умирают. Блин. А на самом деле реальная тенденция за последние две недели три спортсмена умерли. Три спортсмена. Один из них вообще молодой. И ты сидишь и начинаешь гонять. Блин, как же все плохо. Зачем вообще? И начинаешь жизнь переворачивать твои. Тебе становится хуже. Да. И только когда я пришел к врачу, он посмотрел и сказал, слушай, парень, у тебя нервоз. Держи тебе, да. Да. Лицейчик. Лицейчик бегает. Спокойся, да. И я начал медитировать. Реально, начал медитировать. Начал читать книжку по психосоматике. Ушел немножко туда и реально понял, что когда ты перезагружаешься здесь, у тебя и в зале все становится по-другому. То есть и тренировок идут как-то иначе. Вот это время пошло мне реально на то, чтобы немножко все перезагрузить. Планирую сейчас вот конец года отдыхать. И вот с 7-8 января начну подготовку. Первоначальная цель набрать. Все остающие зоны как-то подкорректировать. Не хотел бы выйти, конечно, где-то в конце мая, выбрать какие-нибудь турниры. Мне очень повезло, что Борис Борисович очень положительно подошел к нему настроям. Мы с ним обсудили полностью планы. Он разрешен не выступать мне чемпионата в России. Мы с ним это обсудили. Слава Богу, он пошел мне навстречу. У нас тоже будет определенный ранг условий у всех спортсменов. Но будет неразрешено выбрать пару NPC-турниров и попробовать реализовать себя. А ты в ФБР выступал уже или ты в ФБФР раньше закончил? Ну, ну, когда сменилась федерация, у нас же получается… На меня нельзя не сертифицировать, потому что я в ФБФР выступал, да, и там… И получается, что я поступал сейчас в МПС, я не вступал в новую федерацию. Я могу прийти, оплатить членский взнос и выступать где угодно. Потому что я еще ни разу не выступал в новой федерации. Вот мне интересно, ты как? Ты как крайний… Почему я выступал? А, все, у тебя можно. Ну, я думаю, так оно, скорее всего, и будет. А мне кажется, нет. Ну, это глупо. Мне кажется, дисквалить могут только те, кто не такие, ничего не значат. Нет, а смысл у меня нет. То есть, я выбрал другую федерацию. Здесь я могу говорить с речи. Если бы ты захотел прийти и выступить на России, тебе бы слово бы никто не сказал. Но им это больше нужно. Ну, они… Вообще, федерация должна понимать, что им больше нужно, чтобы серьезный спортсмен выступил на турнире любой федерации, чем свое как бы эго тешить. Ну, зачем терять спортсменов? То есть, спортсмен может ездить туда и туда. Зачем ему мешать? К нам Александр Вишняцкий, как раз накануне турнира у Гришина переходил. Вот. Я с ним разговаривал по поводу турнира, вот то, что в NPC хочу попробовать. Но он очень положительно отозвался по поводу, в принципе, NPC федерации. То есть, я думал, ну и вдруг у меня не получится. Еще там сезон захватить, как-нибудь здесь расти какие-нибудь турниры. Следующий сезон соревнователей. Вот. На что он как бы вообще без проблем сказал. Хорошо. Ну, получится окей, но нет. Не получится окей, правило не для всех. Да, да. Печать все это. Понимаешь? Это же тоже не совсем правильно. Правило не для всех. Правило не для всех. Это зависит от поведения спортсмена. Как ты уходишь? То есть, как ты уходишь с той же компанией Спортлайв? Да, да, да. Ты или, блин, засираешь людей, которые кормили тебя, или уходишь из федерации. Все же понимают, как ты уходишь. Если ты уходишь и говоришь, блядь, слава богу, я снял эти арковы из федерации, наконец-то, никакого там лишневства, никакого этого. Все, мне новая жизнь. Естественно, тебя потом не очень хотят принимать, потому что ты уже как бы говном покидался. А если ты берешь, вот как бы новый этап, я попробую. И все. Не получилось. Кому придаться вообще ни во что нельзя. Потому что как ни крути, как бы я тоже не считал, что там куча-куча ошибок и все неправильно, но это единственные люди, которые делали. Да, что Дубинин, что Саша Вишневский, куча людей, которые там 20 лет этим занимались, пусть там не умея, не имея опыта, образования, знаний, талантов, но они единственные, кто это делали. Реализовывали, по факту. Да, это как бы очень достойно. Потому что сейчас появились альтернативы, на самом деле это хорошо. И в принципе у Александра Вишневского именно вот к нашим российским альтернативам больше. Ну как бы негатив. Больше правила, грубо говоря, относительно нашей федерации действует. То есть федерация NPC как бы, ну, ОР более лояльна. В России нет альтернатив. В России есть новая федерация Москвы. Ну, нет альтернативы. В перспективе, да. Ну, нет альтернативы. Нет альтернативы. Ну, где еще турниры, кроме Москвы? Я уверен, что нигде больше проводиться они не будут. Ну, вот это Абдоть Елизяночка, которая проводится в турнире, так он под эгидой ФБФР просто провалился и все. Так, а Москва, где это все находится? Ну, грубо говоря, да. Все вокруг Москвы. Федерацию Колпина, давайте тоже. Федерацию Колпина. Федерацию Колпина. Федерацию Колпина. Федерацию Колпина можно еще в Пушкине. То есть вы в нее вообще не верите, да? А? Вообще в нее не верите. Почему я верю в нее? Потому что она будет в Москве собирать людей, они будут туда ходить. Там же как? Получилась не альтернатива, а те, кто обиделись на Макшанцева. Плюс Витя Шамин, который очень справедливо остался недоволен тем, что он старался, вкладывал, предлагал развивать, хотел вступить в президиум, заниматься развитием, маркетингом. А ему сказали, слушай, ты деньги дай, а мы без тебя сами разберемся, как их тратить. Не совсем правильно. У меня тоже с Витей очень своеобразные отношения, так скажем, но нужно ко всему адекватно и честно обо всем говорить. Поэтому он сделал то, что хотел, сделал достаточно хорошо. И сделал это качественно. Я думаю, со временем будет опять же эта коллаборация, это стать единой федерацией и по-хорошему вот этому старому астодонту взять некоторые моменты из новой, а не пытаться говорить плохо, не выступайте там. При этом все каких-то кардинальных изменений, простейших сложений не было. Но еще можно, знаешь, делать в Ламбар Бороса, поставить любой турнир в Москве в тот же день, что у Шамина, сделать хорошие призовые, сделать хороший турнир. И посмотреть, кто куда придет, где больше надо. И все, и будет видно, кто победил. Кауяки такие, больше. Дорого. 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 Дорого богата. Дальше, что деньги, которые только что забрал, нужно кому-то дать. Давайте просто запрещать. Это имемасик такой. А может сделать призовые, человек выяснит в окно. Вот так. Визуал. Нет, видишь, призовые тоже могут помочь сделать только спонсоры. Потому что вообще любой любительский вид спорта, он сам под собой не подразумевает призовых денег. Как таковой. И, в принципе, всем не дашь. И организация стоит дорого. Это нужно понимать. Ведь, опять же, в ФБФР взносы стоят там сколько за соревнования? Полторашка. Полторашка. А в NBC побольше. 200 евро, если профи. Нет, нет. Просто вот у Шамина. 4 тысячи рублей, по-моему, взносы. Ну, больше взносы. Больше взносы, больше могут быть призовые. Давайте на чемпионате России все по пятерке заплатят. 600 человек участников, так там призовые тоже можно будет насобирать. А весной вообще тысячи участников. Притень. Только, блин, шесть мультов собрать как бы на том, чтобы за участие люди заплатят. Еще плюс сами организаторы. Там же есть в правилах устава то, что хочешь провести Россию, прямо сейчас приходишь, показываешь в Федерации России, вишня, скажешь. У меня есть 4 миллиона, я готов провести. Банкет. Ну, зал хороший нужен, да, количество посадочных мест. Там все прописано. Это тоже не бесплатно организовать. Поэтому тут такая, качели такие. Взносы маленькие, больше людей участвуют. Взносы выше, больше призовые могут быть. Кто-то кого-то моих партнеров можно пригласить. Блин, меня, допустим, не привлекают призовые. Ну, по большому счету. Меня больше привлекает, ну, по факту, вот, титульность. У тебя просто, видишь, есть стратегия в жизни. У меня вот какой-то… У тебя вот такой. Местерин, ну, за стратегический план. Заработать деньги. Ну, 40 тысяч рублей ты получишь. Ну, 40 тысяч рублей. Ну, что? Ну, во-первых, за абсолют. Я вижу это все как элементы. Я вижу это все как элементы. Пока составляю еще одну из. Вот. Это все элементы одного. Первые два года будут вонять. И деньги получить тоже. Будут неадекватные спортсмены, у которых параллоксивный мужиков, больше, чем у женщин, что можно сейчас подоить их, будут вонять. То есть, рано или поздно они осеются. И, кстати, переживают за призовые больше всех, кто занимает, там, после десятого места. Им больше не всех за призовые. Вы не попали уже куда-нибудь. Леха получит призовые и скажет, ну, так Бог решит. Я верю в карму. Нет, было бы круто, чтобы и то, и то было. Но, если мы выбираем из призовых, там, 40-50 тысяч рублей. Из титулов. Из двух, что ли? То есть, одну бутылку, блядь. Рядом стоять. А сюда? Кстати, ты это хотел сказать? Ваши реги и титулы? Затем побольше. Вот. Я вот больше как-то вот к этому. Я реально федерацию, вот, нашу российскую, прям, ну, я, в принципе, все. Вот, вырос в ней. И мне, блядь. Ну, ты все, ты ведь не прошел, ты все так делал. За титулами. Зачем им деньги? Блядь. В какой-то момент они перестанут вообще что-либо делать. Конечно, каждый уважающийся... Ну, опять, это ментабность. В любом случае, ты, не заняв определенных мест, не получив титулов, не получишь доступ к турнирам, на которых можешь зарабатывать. Тоже Сайпериан Пауэр Шоу, да? За первое место сейчас 300 тысяч рублей. Кстати, мы будем генеральными спонсорами. А, сами говорил, да. Нас уже сейчас пригласили. Да, мы же все едем, кстати. Вот. Так что будет стенд. Будет где постоять. Кого, в частности, Денис Плютсу приглашает? Людей, которые имеют какой-то вес. А ведь люди, которые имеют вес, они ездят по этим вот месячковым соревнованиям. Я тоже не вижу смысл у некоторых спортсменов. Я не знаю, как у них здоровья хватает. По 8-10 турниров всяких непонятно. Каждую неделю для турнира. Слушай, подожди. Не нужно много здоровья, чтобы выступать на месячковом турнире, если у тебя хороший уровень. Ну, давай так, по-честному. Я готовился на Филиппины, на Шон Родом Квассик. И так вышло, что у нас были переговоры, и у меня был семинар в Киргизии. Вот я выступил на чемпионате Киргизии, стал покрытым чемпионом. Тебе мастер спорта обещали. Мне мастер спорта присвоили, да. Абсолютно чемпионат подибилдинг в Киргизии. Понимаешь, все, что я сделал, я перестал пить воду утром. Три часа выступать, с утра пить. Откуда знаешь, да. Да, подводки. Понимаешь? Этого было достаточно абсолютно. То же самое и о турнирах местечковых, о которых ты говоришь. Ни в коем случае не в укор ребятам из Киргизии, потому что огромные молодцы. Скажу, что ребята приезжают на семинар. Таких горящих глаз я не видел давно. То есть они вот, во-первых, это был понедельник, 11 утра. Их было больше, чем приходят людей в России. Вопросы, вот такие глаза и все записать. Как тебе вообще в турнире, Оксана Гришина? В организации. Он выиграл, давай так, по-честному. Он выиграл про карту. Я пошел туда, я не о том, доволен он или нет. Я просто сам хотел, если честно, подготовиться к этому мероприятию. Вот начал три с половиной месяца назад. Но не получилось, мне просто интересно. Это первый турнир за последнее время, где давали про карту. Как ему вообще ощущение находиться там? Отличается ли турнир как-то? Там были просто промоутеры из Америки. Которые тоже выделывают эти турниры. Как ты вообще? Вообще, знаешь как? Изначально, когда ты уже знаешь, что этот турнир подразумевает собой получение проб, ты к нему уже изначально относишься по-другому. Другой? Вау, да? Да. Ты как в каких-то ожиданиях, по большому счету. Но когда я увидел все, в принципе, то же, что вижу на регионах, а на некоторых регионах даже лучше. Даже на то же самое, я очень люблю УРФО. Я выступал там четыре или пять раз, нам выигрывал. Сцена хорошая. Вообще, организация, сцена хорошая. Прям очень хорошая. Не, ну вам думать о чем? То есть, вот, это нет, это даже не сравнится. Но, по большому счету, я пришел туда за своей прокартой. Организация была слабенькая в плане для спортсменов. Место вот этого всего и так далее. Я на это такое тоже закрываю всегда глаза. Ну, можно где-то раскачаться, там пойти резинкой. Было тесно, было душновато. А там должное, что судьи при работе при спортсменах, да, за кулисами, отработали четко. Все было быстро, все категорию собирали, выпускали, собирали, выпускали. Никаких задержек, в принципе, не было, по большому счету. Вот с этой стороны, с организаторов, было очень круто. Во всем остальном, ну, поскольку-поскольку свет был плохой на сцене, по большому счету. Зрителей практически не было, потому что билет к одним стоил, сколько там, 4 тысячи рублей, да? Утро 2 тысячи, а вторая часть будет там 3. Зрителей не было вообще. Зрителей не было вообще с утра точно. Вечером сидели. Я утром был. С утра. Одни судьи и ухлад, все. А вечером уже, ну, люди были, ну, немного, по большому счету. Ну, там уже такое, все уже знали, что не судят, а чисто так вот сидят. Ну, в целом, турнир мне понравился. Потому что, ну, я выиграл, да. Просто, конечно, хотелось какого-то вау, я думал, люди... Хотелось. Я думал, честно, я ждал гостей, если честно, что придут зрители посмотреть. Но потом я сообразил, что, наверное, мы-то в курсе про турнир, а рекламы же не было. Не было, не было. И ты понял, потом я понял, в принципе, турнир-то суть какая. Там Рома заберет карту, организаторы получат огромные взносы, ведь там были арабы, а у них очень много денег, которые выступали в 4 категориях. По 20 тысяч рублей за категорию платили, чтобы выступить. То есть, ну, там очень прилично собрали организаторы денег. И само по себе, как бы, вся композиция сложилась. Спортсмены выступили в МПС. Спортсмены сильные, получили свои места и медали. Кто-то получил опыт, организаторы получили деньги. Сделали первое мероприятие в стране, и прикольно. Хотя я могу сравнить сейчас с МПС-шной Олимпией в Индии, где я был, да, я там с Шон Родденом. Ну, это мне бы земля. Причем Олимпия, она прям глобальная, огромная, да, 940 человек вроде там участвовало. Ну, пипец. Я был в шоке. 46 стран, 940 человек почти. Там просто, там было, конечно, мясо. Просто было мясо. То есть мясо было понятого, что... Я видеоролик смотрел. То, что было мясо. А вот Шон Родный Классик, он был более такой камерный, было меньше людей, но организация прям супер. Организация, отношения и главное, что на финалах был полный зал. Прям вообще полный зал этих филиппинцев. Прям очень много пришло смотреть. Я был даже удивлен, думаю, зачем они туда пришли. Весной будет турнир в Калининграде, в ее родном городе. Она будет проводить типа, ну, какого-то коммерческого, знаешь, пост-шоу. Победители абсолютные, которые получат полностью оплачиваемый турнир, дорогу, проживание и стартовый взнос грим на ее осенний турнир, где будет также разыгрываться... О, в Валерике будет? Здесь, в России, в Москве тоже будет. А, в России. Также, те же самые, тот же самый турнир, 7 карт про, но весной будет... Ладно, да и Сифрус заыгрывай сразу туда. Поэтому вот осенью будет опять... Нет, цену молодец. Молодец. Прям это супер. Она, блин, такая легкая, на подъем. Она вот про, реально про. То есть, с ней вот пообщался уже вообще просто. Она настолько простая. И хотелось... Ай да, буханем? Типа, закончится? На лапку там сянем? Вот так вот с ней охота общаться. Она вот в доску прям своя. Вот прям мне вот это вот очень понравилось. Слушай, ну это и правильно. А зачем вот эту грань? Я не понимаю, как ты раньше рассказывал про Кай Грин и всех... Кай Грин, например, Луи Винклер, они прям конченые. Прям как мрази. Вот такие. Россия, говно. Декстер Джексон. Просто. Букву Д произносит. Он уже улыбается. Я его встретил, когда в ЦУМе, по-моему. Это было... Он, кажется, радовался, что видит меня больше, чем я его обрадовался. То есть мы этим сфоткались только там. Потому что на Олимпе даже не хотелось его дергать, потому что там куча народа. Он абсолютно с улыбкой. Он со всеми разговаривал. Он ходит без таких толпы охранников. Что-то вот он такой же. Адекватный, приятный. То есть он там со всеми стоял разговаривал. Он ходил за сценой. Он некоторым ребятам говорил, грим поправьте, у тебя вот тут не так, короче. Ну прям поразительно. У меня с Каем неприятная история. Краски Олимпия. По-моему, это был 15-й год, когда я выступал в Москве. И должна была быть произволка. Кая объявили перед нашей категорией. Мы уже все на сцене стоим, уже все раскачались. Нам говорят, ребята, все, вы ждете, короче, Кай? Да, мы такие, о, круто, Кай Грин посмотрим. Мы за сценой стоим прям близко. Нам, короче, вы все типа говно, спрыгивайте со сцены. Вниз мы такие, в смысле. Там ступеньки есть. Мы спустимся, там уже стоит охрана, там Кай Грин. Нет, вы спрыгивайте. Но ребята, как бы, все на сушке такие, что-то там. Судья орет стоит, этот длинный, высокий. Все начали спрыгивать. Я такой, ну нахрен, тут метр, говорю. Ахил порву. Я на стол, сел жопой, говорю, я буду тут сидеть, говорю, идите нахрен. Или пусть обезьяна, или он сваливает. Я никуда не пойду. Ну, конечно, полминута припиравшись, поняли, что, как бы, я не уйду. Потом пошел выступать. Но это было стрёмно. Он сказал, что все ушли. Ему никто не мешал. Все сломались и ноги, никто не выступал. Нему никто не мешал. Спортсмены за сценой, как бы. Ну, он же тоже был спортсменом начального уровня такого. У меня вопрос к вам ко всем, тоже ваше мнение послушайте. Вы наверняка уже знаете, да. Планируется у нас турнир под названием Атлетикон, который будет продюсировать Дуэн Скала Джонсон. Слушай, да. И он обещает, да, он обещает призовой фонд X2 от Олимпии. То есть порядка там 800 тысяч долларов. Прома уже их билеты узнает, да. Куда ехать надо. Я так понимаю, он типа, ну насколько я его слышал, что это будет типа чемпионата мира любительского. Это не будет профессионально. Ну не по турниру? Да. Вот насколько вот последнюю информацию я слышал, даже вот от той самой Гришины, вот, что это будет как-то вот типа чемпионата мира какой-то сделанный. Но, скорее всего, будет и про дивизион, но любители там тоже будут на этом турнире. Это будет, это будет на его деньги, его промо-группа. У него уже очень крупные спонсоры предварительно подписались. То, что я читал, Ford Motor Company и Under Amour предварительно сказали, что хотели бы быть ген-спонсорами в своих отраслях. Ну, он подумал, что федерация будет это делать. Это NPC. Да, это NPC. Но он не под нее, он просто с ними, он же в Америке. Там нет особо, да. Я как-то таки думаю, что приход такого крупного медиа, ну один только Дуэн, 20 миллионов подписчиков, да. И такой крупный промоушен как раз-таки и может быть таким новым толчком вообще в развитии, понятно, бодибилдинга за бугром интереса к нему, да. Это же будет спортивное шоу, там же будет не только культуризм, я так понял. Ну да, это будет Харваль. Это будет спортфестивал, как у Арнольда, то есть там наверняка арморестлинг, и пауэрлифтинг, и стронги, то есть прям все-все-все. Я поэтому, почему не задал вопрос, потому что мне кажется, это будет новым толчком там и потом к нам опять завалится. Я не знаю, кто на Арнольде, то есть я туда поехал, помню, с определенной такой вот целью посмотреть. Понимаешь, очень интересная история. Такие генеральные спонсоры, они работают на масс-сегментах. Интереснее больше Арнольда. А Арнольд, который загнул из его рекламы его линейки и он, предположим, имел бабки с этого, она все равно направлена. А до Арнольда все равно бегаешь, занимаешь спортом, приходишь на работу, красотки все купят. Я говорю про вложение именно, куда будет именно направлена целевая сила, знаешь, именно на бодибилдинг или это будет как тот же фестиваль, как Арнольд. Потому что когда ты приходишь, ты попадаешь в мясорубку, то есть там конвейер. У меня было осознание того, что это турмир, там бодибилдинг, там можно выступить, вот типа чемпионат мира, да, что-то такое. А там на самом деле обычный конвейер был со своими баблами. Ты туда приезжаешь, ты платишь за проживание, перелет, платишь кучу евро, блядь, за взнос, за грим, который сто процентов будет сраным. Да, сто процентов он будет сраным. Ни одного не было. Я только потом осознал, что все, кто участвует на Анольде по 5-6 раз, они приезжают со своим гримом или со своими кабинками, со своими людьми. Тебе об этом никто не скажет. Ты приезжаешь, ты платишь кучу денег за этот грим, и придешь потекший, тебе его не поправят. Плюс три раза за день сбивается график, когда ты выступаешь. То есть там нет вот именно вот спорта. Спорта там нет. Там именно конвейер. Ты туда приезжаешь, тратишь 300 евро, и уезжаешь практически ни с чем. Я думаю, этот кусок вырежу сейчас. Дальше вставить в интернете, типа. Это, знаешь, из-за чего следствия с Антоха и СМИ разошлись. Интересно, что Антоха за спор был, а минимум для кокеров за бабки. Я тоже считаю за спор. Будет ли вот это направление направлено на очередное срубание бабла, да? А именно будет направлено на спорт, где будут реально кто-то уровень, куда организация, к людям будет и по хрену, там, когда ты будешь, где ты будешь. Даже сцены сделают минимальные сцены. Но возместиться или нет, чем что? Я вот когда приехал на Арнод, я просто смотрю, здесь девочки фиктуруют, здесь чуваки борются, а вот здесь сцена, а свет-то одинаковый. Свет везде одинаковый. Как бы ты не загримировался, ты будешь как говно, и ты выходишь. Но это уже хорошо. Это значит для всех. Все это говно. Да, да, да. По свету меня никогда не претензит по одной причине. Свет плохой для всех или хороший для всех. Тут, слава Богу, все в равных условиях. Бывает так, что у нас сцены свет есть, а у нас сцены нет. Видишь? По лампочке. Да сколько там участников-то? Опытные спортсмены знают, что им нужно нанести три слоя. И наносят его за ночь. Ты этого не знаешь, ты приезжаешь на соревнования, тебе наносят один, ты потом белый, ты мошенка выкладывает твои фотографии. И все такие, блять, пацаны, вся Россия выступила в говненной форме. Я выложил на самом деле пост перед отлетом из своего города, когда в Питерсен уезжал, ну о том, что типа NBC гран-при России, это чемпионат России. И все пишут же, я стал чемпионом России, я там чемпион России. Я сделал об этом пост, просто ни к чему. Со мной связался Веселов вечером, мне позвонился Маша, говорит, где это все взяли, мои там номера не выбрали и так далее. Ну прокомментирую, ну кто там оставил, я ему несколько прям постов скидываю, где ребята, которые выиграли этот турнир, где на России они стали седьмыми, восьмыми, девятыми, десятыми, а там они выиграли турнир. И пишут, что они мастера спорта, чемпиона России и так далее. И меня вот это вот задевает, что звание чемпиона России немножечко обесценивается посредством вот этих различных альтернатив. Пусть даже Шамин не позиционирует этот турнир как чемпионат России, но спортсмены… Это спортсмены. Извините, там же очень много обиженных краски пришло, там же, ну чего уж говорить, да, все-таки самые сильные спортсмены, немногие, да, решились там выступать. У многих это были какие-то личные моменты, да, которые… есть такие, да, расхождения федерации. И связанные с призовыми отнюдь? Нет. Не с призовыми совсем. Хороший спортсмен и, как бы, такой, грамотный человек, он… Знаешь, я… Те, кто устали, наверное, биться в эту дверь, как бы, не могут пробиться… Ну, понимаешь… Как биться в дверь? Да. Я… Конечно… А они так не считают? У меня путь тоже был длинный. Вот самый важный вопрос. Для чего я старался на России. О, да. Ты в 20 лет худой был, да? Да, я пипец. В этом важно. Просто все в том, что, блядь, я знал, что я несовершенен, что мне нужно это, то-то, то-то сделать. То есть, когда человек ходит с жирной, блядь, жопой, с такими складками… Ну, с такими амбициями. Ну, чего ты хочешь, блядь? Ты сзади стоишь, там, блядь, задняя поза, а у тебя, блядь, складка, жопа, как эта, блядь, складка, не толстая, блядь, ну, чего ты хочешь. Или ноги, там, глубины особо нет, вроде что-то делится. У меня вот так сейчас я разденусь, блядь, жеными, так же ноги делятся, понимаешь? Ну, из-за этого разряда. Да. Из-за этого разряда. Просто я вот смотрю, люди, которые говно мой в биполивают, вот, блядь, меня засудили. Ебать ты себя взял, ты вообще объективный видишь, чувак? Это критическое мышление. Да. Слушайте, у нас то, что я вижу, судить, по крайней мере, бодибилдинг стали, но у меня почти вопросов никогда не возникает. Вот реально. И у меня к судьям вопросов… Примерно, совпадает. Да, да, вообще, да. Я вот кучу турниров же проехал, да, получается, в прошлом сезон, как бы, как гостем. Со стендами, там, по работе. Я смотрел, мне все устраивало по судейству. И, кстати, по организации, в большинстве случаев, все устраивало. Некоторые тоже вот на спорта гонят. Спорт-лайв там двигает, двигает. Я говорю, я тогда тоже, хоть и спался, у меня за мной Борис Борисович стоял. Вот там и выступали спортсменов, которые… Люди просто не понимают, и хочется… И людям хочется так думать. Люди себе придумывают это. Потому что обида, ведь как делать спорт-лайв, не двигает сильных спортсменов, он пойдет по более крутому пути. Он берет самого сильного спортсмена к себе. И все, и на него двигает больше. Да, вопрос так, а люди себе придумывают, что спорт-лайв двигает. Нет, наоборот, забирает самого сильного к себе. Привозит. Если у вас есть форма кондиции, априори вас лучше. Да, но это невозможно. Улучшающие при прочих равных могут поставить, просто сделать спорт-лайв не в пользу тебя. Но это опять же не значит, что тебя двигают, знаешь. Это просто… На самом деле, мне кажется, даже при прочих равных зачастую постараются поставить спортсмена спорт-лайва ниже, чем претендента, потому что у большинства судей, особенно в регионах, да, если это будет, например, на России, скажут, «Ах, это спорт-лайв, давай-ка мы его…» То есть реально спортсмену спорт-лайва нужно быть даже еще на голову выше, чтобы его не задвинули. Да-да-да-да. Потому что обида ебанная, вот только то, как говорится. Ей есть. Поэтому тут такое… Всегда разговоры в пользу слабых пытаются. Вот реально, в бодибилдинге все проще. В бодибилдинге в лучшей форме ты выигрываешь. Это, блядь, не бикини. Там тебе скажут, у тебя подача была плохая. Да-да-да-да. Триста человек. Мои гадили тоже. Ну нет, не все одинаковые, обычно у нас как раз-таки топом выделяется. По факту. Там видно, кто готовый, кто не готовый. Потому что сложнее. Но там сложнее. Больше, быстрее, сложнее. Ребят, скажите мне, какой был для вас один или несколько самых интересных моментов в бодибилдинге в году уходящем? Дальше начнем. Зачем ты следил? Что тебе оставило? За теми соревнованиями, где Гехал, за теми соревнованиями я сам участвовал. Это Питер, Россия, Мир. Самые крутые соревнования. Очень понравился Мечкадо России. Очень крутой был. У меня мой спортсмен был Павел Миталько. Категория была классная. Ром? Ну, так как я сам в этих турнирах принимал участие, я решил в этом сезоне в принципе отказаться от всех региональных турниров. Ну, по пять раз выигрывать там область. Ну, и все. Я решил... Сомневая. То есть, да. Как бы первые старты я к нему подводился. Я на что не отвлекался чемпионат России. Я вот объективно, ну, меня за это некоторые уже может быть, что я слишком самоуверенный, но я ехал на Россию выигрывать. Я конкретно делал форму такую, чтобы ко мне вопросов в принципе не было. И у меня в принципе так и получилось. Я приехал на Россию, забрал ее. Все. Второй чемпионат мира у меня. Конечно, там сомнений было больше уже. И не к себе у меня были сомнения, что я там сомневался в своей форме. Нет. Я был так же уверен, я ехал выигрывать чемпионат мира. Ну, излишне, наверное, самоуверен. Я приехал и выиграл чемпионат мира. Ну, не абсолютку не получилось на категорию. И соответственно, также у меня очень много негативных моментов, связанные опять же с моей излишней самоуверенностью в своей форме, когда я на Гришину готовился. Опять же, я ехал за про-картой. Все. То есть, у меня вот этот вот двухнедельный перерыв, трехнедельный после чемпионата мира, я понимал, что мне надо дожать, отожимать. Я ехал туда выигрывать. Я его выиграл, этот турнир. В большом счете. Поэтому для меня этот сезон золотой. Вот. У меня родилась дочь, еще в октябре. Да. И это все вот просто вот этот осенний сезон саккумулировал себе столько просто событий, столько положительных вообще моментов. Я переехал в Санкт-Петербург наконец-то. Я стал амбассадором одним из членов команды. Genetic Lab для меня это тоже, ну, такой шаг вперед. Это серьезно, ребята. Да. Получается, вот в этом году попали в команду. Да. И Виталик, и Леша, и… Это все давно у меня в голове аккумулировалось, но я не знал, как к Руслану подойти, как сказать там, как что-то. И получилось так, что на Гришине познакомились с Александром. Все мы с ним пообсудили. Вон какие-то нюансы, все. И я попал в команду. За что огромное спасибо команде Genetic. Ну, для меня тоже, можно сказать, относительно, я скажу, золотой, в кавычках, конечно, вице-чемпионом мира. Чемпионом Европы в 19-м году стал, опять-таки, благодаря этой команде Genetic Lab. Потому что реально без вашей помощи я к миру не подготовился. Я даже не знал, когда мне сообщение записал, я чуть не прослезился после мира. Ну, готовимся работать, Леха мне такое сообщение записал. Я такой сел, думаю, ни хрена себе. Я даже не знал, так что… Просто так сильно помогли. Я, как бы, сами не буду скрывать, что, блин, бодибилдик очень дорого. А я еще недавно тоже себе квартиру взял, взял квартиру, туда ремонт, жена в декрете, дочь, конечно, без помощи ребят, ну, тяжело было подготовиться. Я думал, я бы не выступил. Поэтому реально спрогрессировал, дебютировал, выступил с первого раза, взял Европу. Получился, причем для меня самое главное, я понял, что можно со всеми конкурировать. Обыграл ничего личного Алексея Тронова. Когда-то я начал заниматься, я, глядя на его ролики, сам качался в зале, там, да. То есть у меня это вдвойне приятно понял, что можно конкурировать на мире. И я понимаю, что… Дай Бог здоровья, и я думаю, что все получится. Сберете квадру точно. Сейчас темноправно, ну, настроен выиграть чемпионат мира. Я очень хочу, я это… хочу сказать, что я это сделаю. То есть теперь Кузнецов вы, да, против Гольникова? Посмотрим. Мне это… Мне будет очень приятно, как, видимо, постоять вместе на сцене. Не важно, какое место займу, но я хочу стать первым. Очень огромное желание иметь. Да. Блин, давайте шлифанем по десерту к Суфе. Мы взяли десерты, но они уже кончились к тому, как мы решили записать финальную часть. Далер не ел десерт. Далер… Далер, он пока не совсем в той форме едока, поэтому я потом отдельно. В конце весеннего сезона, так подозреваю, Далер уже даст тут жару. Пусть здесь сидеть Далер, и мы вот там… Да, ребят, мы носим. Да, да, мы будем только носить торты ему. Друзья, спасибо вам огромное за то, что вы с нами, за то, что вы занимаетесь этим непростым спортом. Ссылочка на каждого спортсмена будет внизу в описании ролика. От меня будет отдельная благодарность и признательность. Если вы на них подпишитесь, будете за ними следить. А тем более будете их поддерживать, потому что действительно очень достойные ребята, очень сильные спортсмены. И я думаю, что многим из вас, они дадут хорошую мотивацию, знания, поделятся ими с вами. И это именно те люди, за которыми стоит смотреть. Именно те люди, которые делают не только наш спорт лучше, но эти мужики делают и сам мир лучше, поверьте. Каждый день своим отношением к жизни, к своим близким, к спорту, к своей работе, к своему делу. На самом деле цель была хорошенько поесть. Поели здорово, на самом деле очень вкусно. По кухне вопросов нет, она потрясающая. Но настолько интересны собеседники, настолько я рад быть с этими ребятами за ним столом, что еда ушла на второй план у нас. Мы больше общались. Я, в принципе, сейчас уже опять голодный. Хотя тысячи, наверное, три с половиной калорий я всадил. Ну, кушать хочется. Ну, они улетели. Я вспотел только вот, что произошло. Я вспотел. Ребрышки, Наполеон, лимонад. Шаверма. Шаверма, да, да, шаверма еще была. Но я думаю, тысячи три с половиной улетела. И я еще когда это все съел, на меня ребята так смотрят, я такой, ну я поел. То есть я не объелся, я поел. Нормальный, хороший такой вот обед у меня был. Я даже не знаю, я съел меньше всех, но я так поглядывал, ребята сели бургеры и крылышки, и эти ребрышки. Да, это все в себе. Да, ну я даже не регулировать боюсь. Я думаю, ну, когда сейчас плавлюсь за рулем, я хочу, чтобы не заслыть. Я думаю, что это все в предметах. А сколько еще наш медсфизик сегодня съел? Я думаю, суммарно мы тысяч двадцать и точно съели. Мы себя, так скажем, пожалели, мы не стали запихивать в себя еду. Мы поели с огромным удовольствием в отличной компании. Да, лайки поставьте и репосты сделайте. Редактор субтитров А.Семкин